Штаб Терского казачьего войска расположен во Владикавказе. Первые поселения казаков-родоначальников войска появились близ реки Терек. Отсюда и название. Считается, что признанное это войско было ровно 437 лет назад. Именно 7 сентября в 1577 году терские казаки заступили на службу царю Ивану Грозному. В наши дни представители терского казачества есть на всех славянских землях. Войско насчитывает тысячи казаков. Где бы никто ни был, терские казаки, это наши братья. Они раскиданы по территории всей России, бывшего Советского Союза. Еще в 20-е годы, когда шло переселение, репатриация казаков. Вот их и на Северный полю закидывали, и в Казахстан, и везде. Севастопольский полк терского казачества до недавнего времени был самостоятельной структурой. Но когда Крым и Севастополь вернулись в Россию, пришло время объединиться и казакам. Есть указ президента о создании казачьих войск. Есть соответствующее постановление правительства. И нами, правительством Севастополя, совместно с атаманами, поданы документы о включении наших казаков в единый реестр казачьих войск России. С казаками Севастополя мы давно дружим. Наши братья вместе ходили в трудные дела, в будни нашей родины и воевали. И будут воевать, однозначно, защищая свою родину. Приезжают гости к нам, мы посещаем их. Наша делегация была, вы знаете, 9 мая здесь на Параде Победы. Делегация из Владикавказа во главе с войсковым атаманом прибыла в наш город вновь. В Екатерининском сквере ее представители передали казакам-севастопольцам знамя Севастопольского особого полка. Теперь терское казачье войско представлено в семи округах России. Мы с 90-х годов здесь. Вот у меня ранение правого глаза, смотрю только левым. Это все 90-е годы. Мы просто срабатывание иммунной системы нашего народа. Когда трудно, мы появляемся. Когда все было получше, нам тоже одеты тихонько работаем, никого не трогаем. Нужно помочь родине, мы здесь. По зову сердца терские казаки отстаивали интересы русского мира в Приднестровье, в Чечне. Не скрывают, что сейчас представители терского войска не остались в стороне и от событий на юго-востоке Украины. Добровольцами многие отправились туда, чтобы защитить мирных жителей. Наталья Данилова, Дмитрий Лелека, Севинформбюро.